Хорошие новости. Байден узнал, что количество подписанных им законом уже вызывает раздражение у американцев и даже отреагировал на это публично. Но своеобразно. Я хочу пояснить, что идет много разговоров и не без оснований о количестве подписанных мной указов, сказал Байден. Я не принимаю новых законов. Я исключаю плохую политику. Пошутил он. Гриндил, вакцины, бюджетные деньги, направо и налево. Байден выпускает один за другим приговор всему разумному. О каком исключении плохой политик ему напели его советники. Ручками запасся еще на долгие папки вперед, если можно так выразиться. Джо Байден во вторник подписал очередные три свежих указа, касающихся предоставления убежища на границе США и Мексики, законной эмиграции и воссоединения семей. Вперед все те, кто в этой стране нелегально, и в очередь все те, кто ждет статуса на законных условиях. Очередной обамовский коллапс. Приказ о предоставлении убежища потребует пересмотр протоколов о защите мигрантов, которая заставила 65 тысяч просителей убежища вернуться в Мексику в ожидании судебных слушаний в США. Администрация Байдена прекратила добавлять людей в программу, но еще не обрисовала, как она будет обрабатывать заявки уже зачисленных. В указе Байдена об эмиграции содержится призыв к пересмотру правил эпохи Трампа, из-за которого бедным эмигрантам, не имеющим денег и живущим в принципе лишь на пособие от американских налогоплательщиков, было сложнее получить вид на жительство в Соединенных Штатах. Сейчас Байден за то, чтобы именно такие и переезжали в США, и голосовали за демократические ценности. Люди, умеющие работать, Америке не нужны. Нужен лишь электорат. Ожидается, что пересмотр так называемого правила государственной пошлины положит начало к концу процесса его отмены. Байден также создал целевую программу для воссоединения семей мигрантов, но опять-таки только для тех, которые были разделены на границы США и Мексики, из-за пограничной стратегии Трампа 2018 года нулевой терпимости. По словам одного из официальных лиц, целевая группа, которую возглавит министр безопасности Министерства внутренних дел США ДЧС Александра Майоркос, недавно назначенной, рассмотрит возможность выдачи виз или использования других форм иммиграционной помощи для воссоединения разлученных семей. Сегодня я собираюсь подписать несколько распоряжений об укреплении миграционной системы, основываясь на действиях исполнительной власти, которые я предпринял в первый день для защиты мечтателей, а также мусульманского запрета и более эффективного управления нашими границами. Об этом и говорится в этих трех разных указах. Я хочу прояснить, что идет много разговоров, не без оснований, о количестве подписанных мной указов. Я не принимаю новых законов. Я исключаю плохую политику. Я занимаюсь вопросами, 99% из которых президент, последний президент Соединенных Штатов, издавал указы, которые, по моему мнению, были очень контрпродуктивными для нашей безопасности, особенно в отношении России и области миграции. Речь идет о том, насколько Америка безопаснее, сильнее процветает, когда у нас есть справедливая, упорядоченная и гуманная легальная миграционная система. И с помощью первого действия сегодня мы будем работать, чтобы искоренить моральный и национальный позор предыдущей администрации, которая буквально, а не фигурально, вырывала детей из рук их семей, их матерей и отцов на границе и без каких-либо ограничений. Не планируйте никакого отношения к воссоединению детей, которые все еще находятся под опекой их родителей. Второе действие направлено на устранение коренных причин нашей миграции к южной границе. И третье действие, третье распоряжение, я собираюсь подписать приказы в полном пересмотре вредной и контрпродуктивной миграционной политики предыдущей администрации в целом по всем направлениям. На этом я подпишу первый приказ. Это восстановление межведомственной оперативной группы и воссоединение семей. Они удаляют пятно на его репутации за разлуку и причин. Это первый указ. Второе распоряжение, которое я подписываю, это создание всеобъемлющей региональной структуры для устранения причин миграции и управления миграцией в Северной и Центральной Америке, а также для обеспечения безопасной и упорядоченной обработки лиц, ищущих убежище на границе Соединенных Штатов. И третье распоряжение, которое я подписываю, это восстановление веры в нашу легальную миграционную систему и усиление усилий по иммиграции и интеграции для новых американцев. Мой дедушка сказал бы, что благодать Божия, добрая воля соседей воссоединят их тех детей и восстановят нашу репутацию. Субтитры создавал DimaTorzok